Афганская война Назад их всех сплотило одно – общая боль от потери боевых товарищей. Тогда и было решено создать первое в республике и один из первых в стране Совет воинов-интернационалистов. Республиканский союз ветеранов Афганистана у нас начинался практически, можно сказать, с Новочебоксарска. И я с большой радостью сегодня здесь присутствую. Здесь начиналось все с клуба воинов-интернационалистов, потом они при Комсомоле, потом еще как-то. И зарождалось практически вот это общественное движение у нас здесь, в Новочебоксарске. Так воины-интернационалисты Новочебоксарска объединились в Совет. В состав инициативной группы вошли Леонид Сафронов, Андрей Макаров, Вячеслав Аникин, Евгений Лешкин, Александр Семаков и другие. Председателем этой организации стал Сергей Бойков. В 1985 году впервые создали нашу организацию. Задачей организации были оказание помощи инвалидам, раненым, семьям, погибших, ветеранам боевых действий в Афганистане. Как рассказывает Сергей Бойков, все эти годы афганцы не перестают поддерживать семьи погибших товарищей. Всегда приглашают их на все праздники, а также решают вопросы, связанные с получением льгот. Ну, с самого начала, еще до создания даже организации, когда мы хранили своих товарищей здесь, мы знали, что родителям тяжело, кто это был, единственный сын, у кого-то, даже если не единственный, тяжело было. Во-первых, льготы, которые у них были, мы их, скажем так, помогали притворять в жизнь, то есть обеспечение квартирами, жильем, местами, кому нужно было в детских садах, дачными участками, просто поговорить, прийти в гости, пригласить на свои мероприятия. Те дома и улицы, где жили герои Афганистана, погибшие на полях сражения, отмечены мемориальными досками. С 1988 года в Новочебоксарске появилась улица воинов-интернационалистов. Помимо этого, в городе есть отделение общероссийской общественной организации «Боевое братство». Она объединила ветеранов боевых действий в горячих точках. Также на Аллее Славы установлен памятник ветеранам боевых действий. Воины-интернационалисты живут и работают среди нас, они наша гордость. Мальчишки воли и судьбы, оказавшиеся вдали от Родины, с честью выполнили свой долг, показав пример мужества и отваги. В честь юбилейной даты воинов-интернационалистов наградили медалями. Воспоминания тот вечер у многих в зале вызывали чувство гордости за наших бойцов. Свои награды получили все те, кто служил в горячих точках. Вы на сегодняшний день должны говорить о том, что эта война в Афганистане была не ошибкой, а наша государственная. Это была государственная задача. И говорить об этом своим детям, своим внукам и всем нашим подрастающим поколениям. Каждый из нас должен нести свой вклад в сохранение памяти о героях. Это нужно для того, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы все мы помнили о событиях исторического прошлого и могли извлекать из них уроки. Наталья Мальчикова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.